Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием City Skylines. Прошлой серии я просил вас написать в комментариях, как бы вы хотели, чтобы мы с вами назвали этот наш замечательный промышленный район. Вы их написали, и случайным образом у нас победил... победило название, скажем так, акционерное общество Сокол. Ну, мы немножко переначим его. Давайте назовем этот район... это у нас будет закрытое акционерное общество. Вот так вот, Сокол. Господи. Сокол. Вот так у нас теперь будет называться этот промышленный район. Замечательно. Оп, все. Супер. У нас такое, знаете, будет здесь монополия, короче говоря, на промышленность, видимо, да? Ну, именно конкретно этот район, это будет один сплошной, можно сказать, завод. Давайте немножко даже побольше вот так сделаем. Вот так вот. Все, что у нас здесь будет, это все будет закрытое акционерное общество Сокол. Супер. Что ж, ребятки, в этот раз я хочу вас попросить в комментариях написать название нашей главной улицы. Улица Браун, как она сейчас у нас называется, да? Она у нас простирается аж вот отсюда и идет сюда. Потом мост Браун, соответственно, идет дальше. Опять эта самая улица Браун. И до сюда. Ну, короче говоря, через весь практически наш левый берег или правый, несмотря как посмотреть, да? Ну, если по течению, то это левый берег получается. Вот, поэтому обязательно в комментариях покажите, как бы вы хотели назвать эту улицу. И мы, опять же, так же случайным образом к следующему разу выберем с вами название. И в начале следующей серии я назову эту улычку. Ну что ж, друзья, сейчас преступник строительства у с вами непосредственно, да? Давайте-ка посмотрим, что тут вообще в нашем городе творится. У нас небольшая, вижу, нехватка рабочей силы есть. И что здесь, что здесь, да? Поэтому, ну, как мы видим, спрос у нас, в общем-то, на домах большущий. Мы тогда продолжим здесь заполнять сейчас наш район, я думаю, сразу, да? Не отходя от кассы. Так, здесь давайте все заполним. Это все у нас жилое здесь, естественно, будет. Чтобы людишки к нам здесь приезжали и шли работать. Так, отлично. Автобусы у нас ездят? Да, они пока ездят. Вроде бы, в целом, основную часть районов они захватывают. Да, и здесь ездят. Поэтому, по идее, если их просто людей больше приедет, все должно быть у нас хорошо. Я также немножко переставил здесь кладбище. И сделал здесь все-таки круговое движение пока что. Чтобы, как бы, ну, перекрестки здесь тоже долго не стояли. Пускай вы же по кругу ездят. И, таким образом, движение немножко освободится у нас. Вот. Ну и, естественно, мне пришлось перенести тогда автобусное депо. Тоже с этой стороны на эту сторону перенес. Просто, в общем-то, как-то так. Так, я думаю, еще надо здесь добавить нам с вами дорожку пешеходную. Ну, потому что практически соединяется. Оно, да, немножко остается. Потому что людишки, может быть, не бегали тогда, а, в общем-то, ходили здесь. Да, я извиняюсь, я еще болею. Очень сложно, на самом деле, говорить. Горло, конечно, уже не так болит, как до этого. Но, все равно, и, я думаю, чувствуется заложенность носа. Так что уж извините за это. Хорошо. Давайте. Тут, я смотрю, строечка пошла. Вода у нас здесь есть. Что у нас с электричеством? Электричество у нас тоже есть. Давайте по бюджетам сразу проверим. Тоже воду, кстати говоря, можно приподнять будет, если что, да? Я думаю, нам как раз-таки самое время это сделать. Поскольку она есть, но уже немножечко впритык. Давайте 85 поднимем. Все. Отлично. Замечательно. Так, люди здесь у нас заселяются. Мы давайте сразу им тоже поставим здесь какие-нибудь развлечения в виде парков. Небольших, наверное, вот таких раз сюда поставим, да? На этот конец города. Все. Ну, я думаю, пока, конечно, маловато вообще-то им таких развлечений. Давайте здесь все хорошо так и быть. Поставим еще японский садик. Ну, в смысле, давай вставать еще. Вот сюда, да? Куда-нибудь, оп. С этого края, чтобы здесь тоже все у них хорошо было. И здесь тоже можем чем-то смастерить. Посмотрим. Посмотрим. Так, надо смотреть, как у нас тут границы района идут. Мы, в принципе, можем и здесь построить лесную промышленность, да, еще. Мы можем также и район сюда, в принципе, еще продлить. Ничто нам, в принципе, в этом не мешает. Единственное, что я бы, наверное, все-таки тогда сделал здесь какую-нибудь, может быть, главную дорогу. Но для этого нам придется все, абсолютно все двигать, да, и сдвигать. Каким-либо образом. Ладно, если мы еще подумаем с вами, пока что оставим так. Что у нас по транспорту? Транспорт у нас автобус. Поезда у нас будут доступны 8... А, это метро. 12 тысяч аж. 12 тысяч. Ну, ладно, я думаю, мы с вами наберем. Наберем такое количество. И сейчас продолжим пока строить, я думаю, вот этот район. Кстати говоря, здесь можно построить еще один мост, на самом деле. Я так думаю, даже не обязательно большой, как здесь, да. Просто вот, как бы, дальше продлить эту улицу. Вот сюда, да, сделать мостик такой. Оп. Ну, вот опять-то, господи, не, надо сразу отсюда с этой точки поднимать и везти. Иначе получается какая-то кракозябра, честно говоря. Так, вот здесь точно сразу поднимем, давайте. Так, раз. Я думаю, вот так вот сделаем, да. Давайте, может быть, даже немножко закруглим тогда его. Чтоб более-менее ровненько он шел. Так, сейчас давайте, оп. Поймаем момент. Так, вот сюда уходишь. Вот и здесь сейчас мы тебя будем вниз поведем. Так, давай, оп. Вот так вот. И немножечко отредактируем, конечно, чтобы опять этой волнистости здесь не было лишней. Давайте-ка подопустим тебя здесь, друзья, здесь тоже тебе так высоко незачем быть. Хоть здесь речка, но... Там уровень ее не такой, чтобы ты прям так сильно поднимался. Ввысь. Так, давайте, оп, сюда. Давайте, оп, сюда. Здесь подопустим. И немножечко здесь тоже подредактируем с вами. Ну, я думаю, так будет достаточно. Так будет достаточно. Мост Блейк у нас получается, да? Ага, ну и дальше, соответственно, улица у нас Блейк идет. И вот она тоже в главную потом переходит у нас. А здесь тоже получается улица, да? Здесь тоже улица Блейк. Слушайте, огромная улица. Действительно получается улица Блейк. Да, аж до сюда идет. Неплохо. Неплохо. Хорошо. Соединили. Мы с вами молодцы. Так, все. Спасибо, мне больше это не нужно. Запускаем тогда. Ну, мало ли, потому что людям нужно будет попасть сюда, да? Чтобы они там тоже через весь город не тащились, а ехали просто-напросто сюда. Так, что у нас здесь с вами получается по дорогам? По дорогам у нас здесь что получается? Неплохо бы, наверное, заменить это на шоссе. На шоссе бы это заменить. Я думаю, можно, да, было бы. Вот так вот сделаем. Вот так вот. Вот. Хорошо. И тогда, конечно, я думаю, здесь стоит тоже сделать что-то. Вроде либо развязки какой-то, да? Либо круговое движение. Здесь, правда, у нас близко идет полотно железнодорожное. Интересно, друг, а как ты здесь машину припарковал? Вот мне вот что интересно узнать. Каким-то чудесным образом у тебя здесь машина оказалась. Ведь эта дорога нигде ни с чем не соединена абсолютно. То есть ты где-то проехал по полям, по лесам, да? И еще один? Да вы чего? Это интересно. Это очень забавно, конечно, да. Нормальненько. Ну, ладно. Допустим, да, они выехали здесь. Даже. Ну, тут даже, хотя, ну, нет. Это побольше, чем обычная машинка. Но, мне кажется, подвеска бы все равно не позволила бы ехать. Ну, ладно. Оставим эту загадку загадкой. Так, хорошо. Ну, что ж, я думаю, мы тогда с вами сейчас продолжим строительство вот этого района. Замечательно. Пойдем в эту сторону. Как раз у нас местечко есть. Но надо будет забыть, правда, еще место оставить все-таки для нашей станции, которая тоже у нас здесь будет в городе, естественно, когда у нас появится возможность строить железную дорогу. Так, с этим районом у нас что, в принципе? Да, в принципе, все, да, я думаю. По школам у нас тоже все хорошо пока что. Немножко далековато им, конечно, получается, но ничего, со временем они обучатся всем. Так, что у нас с полицией? С полицией все, в принципе, тоже нормально. Только у нас на этом районе даже нет участка. Да, вот это нужно поставить. Участок здесь нужно будет поставить. И поставим мы его давайте где-нибудь здесь. В серединке района этого, да, замечательного. Пускай будет. Так, хорошо, поставили еще одни патрульные машины у нас появились в городе. Замечательно. То же самое проверяем с пожарными. Пожарных у нас здесь тоже, кстати говоря, нет. Всего лишь один маленький участочек. Пожарных этого явно маловато будет. Давайте здесь тоже рядом с полицейским поставим. Все, пожарное депо. Пускай они здесь хранят наш город от пожаров. Так, и по поводу медицины тоже давайте глянем. Так, конечно, общий уровень здоровья немножечко маловато. Но, так, витуальные услуги у нас два кладбища есть пока что, да. И здесь больничка есть, здесь больничка есть, но можно еще, конечно, что-то добавить. А то что-то с этого как-то края, вот так скажем, маловато, да. Ну, давайте добавим, ладно. Так, уж и быть третью. Я думаю, так будет нормально. Хорошо, все. Это пока оставим все. У нас прибыль небольшая идет с вами. Это тоже замечательно. Прямо то, что нам нужно. Давайте здесь все-таки сделаем, я думаю, дороги. Так, вот тут у нас, я бы думал, думаю, все-таки продлил бы здесь дорожку еще. Вот с этого перекрестка. Так, давайте вот так пока прямо сделаем. Пойдет она у нас сюда, ближе к этой дороге. Вот так вот сделаем, да. Так, и здесь аккуратненько, аккуратненько дальше проведем ее вот до сюда. Тоже примерно. Вот, чтобы было так, да. В этом промежутке, ну, можно здесь будет, на самом деле, перекресток сделать. В любом случае, я думаю, да. Можно здесь будет сделать перекресток. Чтобы здесь тоже чем-нибудь застроить это дело. Ну, не так, чтобы совсем близко, да. Ну, как-то вот так вот, допустим, сделаем. И тут, допустим, дорога тоже будет отходить сюда куда-нибудь. Вот так вот все. Таким образом у нас здесь тоже все заполнится. Хорошо. Здесь у нас будет железная дорога где-то идти сюда. Пока здесь дорог никаких прокладывать с вами не будем. Но, возможно, потом сделаем еще... Ну, кладбище немножко подвинуть будет тогда, правда, да. Подвинуться сюда надо будет. Хорошо. Это мы тоже сейчас с вами сделаем. Пока что здесь давайте разберемся с этим районом. Тут у нас нужна вода, естественно. Сейчас мы с вами сюда доставим воду для наших будущих граждан, которые здесь будут обитать у нас. Так, давайте. Ну, в принципе, вот так. Вода здесь, можно сказать, есть. И здесь в некоторых местах, я думаю, тоже есть смысл, в принципе, соединить дорогой, да. Чтобы была возможность, так скажем, проехать, где им нужно было бы это сделать. Ну, так, чтобы не слишком часто, да. Ну, и в то же время были бы перекрестки у нас. Вот так сделаем. Хорошо. Что ж, посмотрим на наши потребности. Ну, тут у нас, так как заселилось все, да, то немножко потребность в жилье упала, но возросла зато коммерция. Сейчас мы с вами все это будем дело оставить. Ну, да, здесь, конечно, все зелененькое, зелененькое в лесу. Прямо мне очень нравится этот район. Зеленые дома, зеленые деревья в зеленом лесу, на зеленой поляне. По-моему, отлично. Ну, что же, я думаю, самое время заселить, в принципе, этот район. Давайте тоже закрасим здесь под жилую зону все. Ну, как все, здесь, конечно, у нас еще коммерция будет, само собой. Так она, во-первых, и требуется. Ну, и, во-вторых, видимо, она нужна. Так, здесь пока ничего не будем закрашивать. Здесь, я думаю, все вот так закрасим. Так, жилые зоны. Коммерция у нас пойдет сейчас здесь, по этой стороне. Давайте-ка здесь им сделаем. Ну, так как у нас она здесь шла, да, то и здесь, в общем-то, тоже будет идти она. Вот таким образом, хотя бы здесь. Здесь тоже внутри будет жилая зона у нас. Соответственно. Так, давайте, наверное, включим. Вернее, отключим паузу, да, чтобы они потихоньку здесь все приезжали у нас. Так, здесь как сделаем? Здесь тоже сделаем жилую. Все, пока вот так, я думаю, сейчас заполнится у нас. И мы будем смотреть, что где будет требоваться. Ну, со школами пока что вроде все прям замечательно у них, да. Пока не так много людей у нас все-таки живет, да, чтобы устроить еще какие-то дополнительные школы, скажем так. Так, автобус, смотрим, тут ездит, да. Забирает людей или привозит новых. Это хорошо. Так, здесь тоже люди усаживаются. Это все замечательно. Ну, конечно, наш городок будет потихонечку сейчас разрастаться. Соответственно, нужно будет увеличивать и промышленные зоны, да, и где-то новые строить. И фермерские зоны тоже нужно будет увеличивать, соответственно. Я думаю, пока что мы с вами, в принципе, мы можем, во-первых, купить новую землю. Но этого пока делать не будем. Мы с вами сначала все здесь застроим, как есть. Нам надо с вами будет еще придумать, как через эту речку перебраться. Ну, вернее, где мы мост делаем. Тут, конечно, можно большущий такой широченный мост делать. Да, допустим, на эту сторону. И куда-то дальше там туда уже потом уходить нам с вами. Надо только посмотреть, откуда его делать. Либо здесь делать тоже главную дорогу, да, и тогда пустить большой такой мост туда чпоньк. Но мне кажется, это было бы достаточно интересно. Ну, посмотрим. Посмотрим, опять же, с вами. Я думаю, можно сделать здесь... Так, у нас здесь не шоссе, нифига, да? Мне, думаю, у нас есть смысл переделать все-таки на шоссе. Вот тут такой вот... Такие вот широченные дороги. Можно даже само кольцо сделать. Шоссе, да? Шоссейной дорогой. Ай, зараза, тут что у нас мешается? Мешается наш замечательный... Ну, сад-то мы перенесем. Так, подожди-ка. Давай вот так себя перенесем чуть-чуть. Чтобы нам здесь освободилось место для того, чтобы мы смогли сделать. Сейчас я даже сейчас обратно тебя чуть-чуть сделаю. Так. Здесь все нормально. А, сейчас там дорожка. Жаль. Убралась пешеходная, но вроде бы тут соединилась. И так? Да и люди здесь вроде как не должны ходить. Так-с, окей. Окей, здесь мы с вами сделали. Тут тоже давай сразу шоссе сделаем. Пускай будет, да? Шоссейная дорожка наша. Здесь мы сейчас дальше провезем. И где-нибудь здесь можно, во-первых, тут, как мы помним, нефть у нас есть с вами, да? Ну и также куча-куча деревьев. Тут у нас еще и руда есть, между прочим. Но нефть и руда, она, конечно, будет загрязнять всю атмосферу. Поэтому, думаю, может быть, пока остановимся на древесной промышленности, скажем так, да? Ну, допустим, если у нас шоссе будет идти дальше. Дальше, прямо сюда. Давайте мы проведем его тогда. Пока у нас не куплены участки земли, да? Но скоро это изменится. Так, в обратную сторону сразу давайте сделаем, чтобы потом не забыть просто. Вот, так. И здесь можно какое-нибудь ответвление сделать. Сюда, допустим, в лесную промышленность, да? Здесь. Либо в эту сторону тоже, в принципе, деревьев везде навалом, на самом деле. Деревьев тьма тьмущая. Так. Я все-таки решил сделать здесь еще дорожку для пешеходов, для наших. Ну, потому что, мало ли, кому-то будет, допустим, кто-то работает в этих домиках, да, живет. Ну, да, уже люди здесь побежали. Уже люди здесь побежали через эту дорогу. То есть, кто-то здесь живет, им удобнее пешком быстренько добежать до сюда, да? Допустим, если они там работают. Почему бы и нет? Поэтому, пускай будет. Тем более, никому не мешает здесь. И все замечательно. Так. Дальше, что мы сейчас будем делать? Мы сделаем здесь все-таки какую-то развязочку, я думаю, да? Ну, или хотя бы пока что, можно даже не развязку, пока можно просто ответвление сделать. Допустим, в эту область. Ну, здесь построить немножечко лесной промышленности. Можно здесь все построить, конечно, будет. Но, думаю, начнем мы с этой стороны пока что. Так, давайте возьмем тоже шоссе, естественно, и какие-то вот такие небольшие дорожки. Подвезем их сюда, куда-нибудь. Хотя, давайте, знаете, как сначала сделаем? Сначала мы разметим сам район, где у нас примерно будет. И потом уже от него будем прессать тогда. Я думаю, как-то так с вами сделаем. Так, включим даже привязки. Район как у нас здесь будет? Ну, пока будет, я думаю... Пока, я думаю, будет как-то вот так идти здесь. Так, раз, два, три, четыре. Небольшой сделаем для начала. Посмотрим. Четыре. Один. Давайте вот так вот сюда. Я думаю, на самом деле, даже пока вот такого и хватит, в общем-то. И можно здесь соединить сейчас. Будет и вон. Так. Где у нас будет от него заезд? Где у нас будет из него выезд? Так, ну, заезжать-то можно, в принципе, без разницы где. Так, ну, я думаю, можно, в принципе, здесь посерединке пока к нему присобачить. Просто-напросто, да, допустим, заезд. Выезд отсюда можно сделать. Но выезжать он должен, правда, вот сюда. На эту дорогу. Поэтому мы сейчас с вами сделаем сразу небольшую эстакаду. По этому поводу здесь. Так, давайте. Пока район не очень большой будет у нас, поэтому можно делать абсолютно как нам хочется. С вами ни на что не обращаю внимания. Так, давай вот так сделаем теперь. А, господи, я думаю, что такое? Почему он не закругляется? Я же поставил прямую. Вот тоже мне. Так, ну ничего, сейчас все будет. Сейчас все будет нормально. Так, а если сюда давайте вот так? Тихонько. Спокойно. Ну, зараза не хочет, да? Ладно, будем потихоньку туда идти. Не будем торопиться. Будем идти потихоньку вот так. Раз и сюда. Все. Выезд у нас готов. Да, заезд, в принципе, может сюда же приделать его. Без разницы, как бы. Здесь не будут разъезжаться пока что. С этой стороны, да, допустим. Ага, так просто еще не приделаешь. Ну и ладно, без разницы тогда. Ага, и тем временем у нас районный городок стал наш. Замечательный город, да? Политики новые, политики дороги с деревьями и так далее. Кстати, дороги с деревьями, наши любимые. Ну, естественно, новые строения тоже появились у нас. Различные, да, большие. У нас, видимо, плотная застройка появилась сейчас, так понимаю. А, нет, еще, слушайте, строения уже большие появились. Ну ладно. Пока я думаю... О, опять тут горит все у нас. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Кстати, давайте-ка посмотрим политики. Становка датчика дыма значительно снижает риск возгорания. Содержание 5. Денег со здания. Я пока не хочу это ставить, поскольку это, типа, будет бить по нашему карману. И наши пожарные пока что справятся. Наши пожарные пока что, ребят, справятся. Не такие большие все-таки возгорания. Ну как, небольшие, целый район так-то горит. Но я думаю, наших пожарных расчетов пока что с нами хватит. Даже чтобы потушить вот такие вот пожары. В принципе, они здесь везде уже подъехали. Где только можно начинать тушить. Как только здания потухнут, деревья, в принципе, тут дальше не разгорятся. Потому что, ну, тут, как бы, такой пятачок, да, грубо говоря, участочек. А дальше все дымами заграждено, которые... И потом дороги идут, поэтому все нормально. Вот, конечно, если здесь загорится... Вот это будет задница. Это будет просто полнейшая задница. Будет гореть вообще все. Будет гореть абсолютно все. Ну ладно. Мы надеемся, что такого пока не произойдет. Поскольку я политику пока ставить не хочу. Нам сейчас пускай лучше денежек побольше поднакопится. Пускай лучше чуть больше денежек побольше поднакопится. Так, кстати, как у нас здесь районы идут? А, у нас один здесь большой. Виктория Сквер. Сквер Виктория. Так, понятно. Ладненько, все-таки вернемся к нашему району. Там вроде все справились. Ну да, конечно, относительно. Одно потушили, начинает гореть другое. Потом опять другое гореть начинает. Еще гореть начинает. Но ничего, вроде бы справляются. Вроде бы наши ребята справляются. Поэтому все должно быть хорошо. Давайте все. Вот они вроде потушили. Здания как бы влажные, сырые. Сейчас они должны загореться, по идее. Деревья догорят и, в общем-то, и все. Кстати, у нас... У нас появилось... Да, у нас ДПО пожарных артуратов появилось. Давайте-ка, может, тут его можно поставить. Где-нибудь недалеко от речки, да, допустим? Здесь где-нибудь, допустим. Так, если тут дорога даже пойдет, то тут она мешаться, в принципе, не должно. Да? Правда ведь? Давайте-ка, знаете, как сразу делаем? Тогда здесь дорожку проведем, чтобы точно знать. Быть уверенным, скажем так, да? В том, что она здесь мешаться не будет. Так, дорога здесь идет как-нибудь. И здесь у нас сразу будет ДПО пожарных вертолетов. Так, давайте в притычок как можно ближе поставим. Во, все. И ни хера себе денег сразу нету. Вот, они сразу даже взлетают. А что, взлетаете? А, да, тушить деревья, правильно. Ну, тут, правда, немножко осталось, чуть-чуть совсем. Почти что все догорело уже. Ну, ничего, пускай летят. Они, интересно, будут здесь, наверное, вот, да, скорее всего, набирать. Наши тонюсенькие-то речки, скорее всего. Ну, да, где же еще набирать? Да, в общем-то. Не, ну, нам по-любому нужно пожарное ДПО, поскольку, блин, такие вот действительно возгорания, они ни к чему хорошему обычно не приводят. Поэтому пускай будет. Пускай будет. Так, хорошо, все-таки вернемся к нашему, опять же, району. Давайте, во-первых, мы сразу здесь им немножечко закрасим. О, да, наш деревянный район, скажем так. Так, вот так он у нас здесь будет. Роуз-хиллс, окей, как скажешь. Роуз-хиллс, так Роуз-хиллс. Так, лесная промышленность тут у нас будет с вами. И нам нужно просто заезд сделать. Ну, немножко тут переделали, сделали выезд отсюда, заезд пока сюда. Будет очень большой райончик у нас сейчас. Так, давайте сразу отметим, вот тут здесь пускай застраиваются пока. Так, у нас тут вода-то есть хоть? Нет, конечно же. Конечно же воды нету, сейчас будет. Сейчас сделаем все. Так, давайте-ка сюда. РС трубы. Спокуха. Давай. Да, боже мой. Два труба и... Три труба, все. Готово. Все готово. Так, и здесь можно, в принципе, что еще? Ну, пока пускай застраиваются, там уже посмотрим. Я надеюсь, они сейчас приедут к нам сюда. Деревьев здесь достаточно действительно много. Все, застройка у них, место, вернее, по застройку мы им с вами отделили. Они уже даже вот потихонечку приезжают. Это хорошо, пускай застраиваются. Нам промышленность нужна всякая. Хорошо, так, как вам здесь с вами район поживает? Застроилось практически все, что мы с вами отметили, да? Давайте еще немножко магазинов им, видимо, нужно. Здесь можно магазинчиков парочку поставить. Давайте здесь вдоль. Поставим. Так, здесь тоже все, пускай в магазинах будет. Ну, и там еще дополним жильем потом, конечно же. Тут застраивается, да? У нас здесь проблема с электричеством, естественно. Давайте сюда пока так соединим. Эти два района, да? Пускай поставляем сюда электричество. Во! Так-то лучше. Так-то лучше просто замечательно. Так, все, здесь вроде все потушили. Ну, остались, конечно, такие вот угольки, скажем так, да? На месте пожара. Ну, ничего, зарастет все, потом зарастет, будет хорошо и прекрасно. Так, друзья мои. Давайте-ка на этом, наверное, серию пока приостановим. Мне все-таки я еще болею, очень тяжело говорить. Я сейчас буквально кашляю каждые две минуты. Ну, вы-то, конечно, это не слышали, поскольку я на паузу ставил. Но весьма тяжеловато. Поэтому на сегодня, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте в комментариях указывать название. Будущее название, вернее, нашей этой улицы, да? Рандомно, напомню, выберу какое-то название из комментариев, соответственно. И в начале следующей серии мы с вами обязательно эту улицу обзовем, скажем так. Как пока что серии часто выходить будут, я не уверен, поскольку болею. И тяжело, честно говоря, записывать, когда болеешь, поскольку кашель не позволяет, и хрипишь постоянно, и, в общем-то, все чудеса света, что называется. Пока что на этом все, ребята. Увидимся в новых видосиках. Всем до скорого и пока-пока.